Между мною и тобою Совершняя моя, нежная моя, странная моя Если хочешь, если можешь, вспомни обо мне Вспомни обо мне, вспомни обо мне Хоть случайно, хоть однажды вспомни обо мне Долгая любовь моя А между мною и тобой века Мгновенья и года, сны и облака Я им к тебе сейчас лететь велю Ведь я тебя еще сильней люблю Люблю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В чем дело? Вы кто такой? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Постарание. На сегодня. На шесть часов. Да. Простите. Товарищ капитан, задержанный Семенова доставлен. Хорошо. Да, я вас понял. Спасибо большое. До свидания. Проходите. Свободен. Что у вас с задержанной? Меня перевели к уголовнице. У вас там били? Хорошо. Я попробую принять меры. Больше этого не повторится. Не надо принимать меры. Они сказали, стукнешь, тебе не жить. Я бы мог вас перевести в изолятор, но это вряд ли получится. Вы же не больны. Ладно, садитесь. Игорь, помогите мне, пожалуйста. Вы же обещали. Я делаю все, что могу. Но вы сами себя губите. Помогли бы следствию, я бы отпустил вас под подписку. Я уже все, что могла, я рассказала, все, что знала. Больше я ничего не знаю. Меня подставила моя заведующая. Единственное, в чем я виновата, это то, что я подписывала эти дурацкие бланки. Пустые. Потому что мне нужны деньги были. У меня сын свертельно болен. Подставкуйтесь, пожалуйста. Я знаю, что у вас сын болен, но это ничему не поможет. Давайте вспоминать вместе. Вы работаете в женском коллективе, где все про всех все знают. Может быть, в магазине ходили слухи об этих макинациях? Кто-то что-то слышал, говорил. Может быть, видел этих людей, которые привозили левый товар. Нет. Я не слышала ничего такого. А мне послали, да? Если не поможете следствию, да. Приехали. Давай, популивайся. Стоять. Я не пойду в тюрьму, понятно? Я лучше руки на тебя наложу. Я не буду жить так, не буду. Прекратите истерику. И что это за мысли такие? Возьмите себя в руки. Я вам верю. Вас подставила ваша заведующая. Хорошо. Есть один выход. Нет. Вы мне его сами подсказали. Напишу, что гражданка Семенова высказывает суицидальные мысли. Психически неустойчиво. Придержите в больнице, успокойтесь. Может быть, вспомните чего-нибудь. Не знаю. Таблеток от нервов подьете. Что вам не помешает. Или в камеру хотите вернуться? Нет. Только не обратно в камеру. Пожалуйста. Пожалуйста. Серёга. Давай, давай. Сюда. Ну, вот и хорошо. Зачем мне это мороку? Считать, пересчитывать? Да и тебе оно ни к чему. Обманешь тебе дороже. Да. Ну, долгие проводы, лишние слёзы. До свидания. Удачи в труде. Я. Вперёд. Как самочувствие, уважаемый? Вы меня похитили, чтобы самочувствие спрашивали? Ну, хорошо. Светскую беседу пропускаем. Хочешь делать деньги на моей территории? Я не против. Но каждый месяц будешь отстегивать мне десять процентов. Я не понимаю, о чем вы говорите. Ржавый. Объясни его. Значит, его нет. Я понял. Понял. Я звонил на фабрику. Михаила там нет. Он куда-то пропал. А завтра приедет пожарный инспектор и будет везде ссувать свой нос. Куда я всё это спрячу? Успокойся. Позвони тётю Шуре. Она знает его адрес. Да пойми ты, у меня от этого жулика будут одни неприятности. Не нервничай. Ты ведь теперь тоже жулик, Вася. Мы знаем про твой левый цех. Работаешь ты недавно, поэтому возьмём себе по-божески. Плюс штраф за автолавки. Какие ещё автолавки? Которые ты сунулся без разрешения. Того пятнадцать кусков. Знаете, если бы я даже хотел бы вам заплатить, то не смог бы. У меня нет таких денег. Пусть кореш свой найдёт. Как его зовут? Коля? Слушайте, вы кто такие? Чего вы мне указываете-то? Мы те, с кем тебе лучше дружить. По тебе статья плачет за незаконное предпринимательство. А с нами и здесь не пропадёшь. И на кичи не бросим. Точно. Сядешь всегда под огреем. Есть телефон кореша его? У нас всё есть. Он же у тебя сейчас шкерится. Так, хорошо. Раны начинают затягиваться, поэтому никакой нагрузки на живот и тяжести ни в коем случае не надо поднимать. Хорошо? Спасибо, Симочка. Алла. До свидания. Спасибо. Алло. Говори, чтоб искал деньги. Пошли. Я не буду ничего говорить. Ты что не понял, что ли? Говори. Я сказал, я не буду ничего говорить. Значит так, слушай сюда. Твой дружок у нас. Если хочешь видеть его живым, с тебя пятнадцать кусков. А кто это? После пяти вечера будь дома с деньгами, иначе вы оба трупы. А ты каким ветром сюда. Ты ж в отгулок. Григорий Ефимович, а у нас неприятности. Нужно пятнадцать тысяч рублей. Пятнадцать тысяч – хорошая сумма. А где Семенок? Мне это ваш Василий глухонемой весь телефон оборвал. Нужны срочно деньги. У вас же есть три тысячи. И у меня есть три. И у Мишки три. И в итоге получается девять. У меня нет денег. Я все потратил. Ну, ты знаешь, я же дачу строю. Строю материалы купил. Кирпич, шифер, там, бетон, доски. Какие доски, а? Вы слышите, что я вам говорю, а? Так полегче на поворотах, юноша. Я свои обязательства выполняю точно и в срок. Так. Григорий Ефимович, послушайте, его похитили. Срочно нужны деньги. Пятнадцать тысяч. Иначе его убьют. Они сами так сказали. И меня заодно убьют, если я не принесу деньги. Если вы куда-то вляпались по дурости своей, сами и расхлебываете. Не дети уже, слава богу. Гад. Жлобье. Маргарита Алексеевна, на минуточку можно вас? Мы из восьмой палаты мальчика выписываем или как? Павлик Семенов? Да. Да. Только странно, отец за ним почему-то не едет. Я домой звонила, никто трубку не уберет. На его место уже пациента привезли. В какую-то другую палату, новенькую. Нет у нас свободных мест. Ну, не в коридоре же мне его оставлять. Ладно. Павлик, идем со мной. Папа приехал. Нет еще. В кабинете у меня подождешь его. Это твоя курточка? Папа. Дюйон! Дюйон! Здравый. Пан зовет. Я сейчас за час заедел, по кличке Пан. Давно за ним охотимся. Неуловимый. Он сейчас по-крупному заправляет. А начинал еще после войны. С небольшой артиллерии в деревне. Откройте дверь! Мне надо, мне надо поговорить с Паном. Привет, Валерка, дома? Пошел вон отсюда. Все, ты чего? Из-за таких дружков он торчит теперь в этой дыре в Прибрежном. Пошел вон! Погоди ты, а что он там делает? На кукурузнике летает. Можешь съездить, полюбоваться. Хороший рай! Позовите пана, мне нужно поговорить с ним. Разорался. Пожалуйста, позовите пана. Сиди. Сиди. Чего шумишь? Кошмары снятся? Проводите меня к пану. К какому пану? К барину тебя не надо проводить еще? Проводите меня к пану. Мне нужно поговорить с ним. Это очень важно. Сиди пока. Сейчас узнаю, хочет ли он с тобой разговаривать. Пой спросил. У меня к нему выгодное предложение. Позовите, пожалуйста. Сиди и выбер. Сиди. Валя. Колян… Здорово. Здорово. А я вот теперь на ножках летаю. На ножках, да? Далеко летаешь? Да, по области и в соседней. Не всем же по Парижам мотаться. А небо, оно везде одно. Руки-то скучают по штурвалу. Да нет, отвыкли. Да, так я тебе и поверю. А идем хоть в кабине посидишь. Да, Валер, ну. Да, пойдем, Валер. Давай, 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 давай. Не-не, Валер, знаешь, давай в другой раз, а? Я ж по делу пришел. Я ж вижу, у тебя глаз горит. Пойдем, пойдем, как раз и про дело расскажешь. Давай. У меня деньги нужны, Валер. Много. Девять тысяч. Сколько? Ну, ты сам хвастался. Вам-то надарили на свадьбе. Ну, как надарили? Две тысячи. Да и потратили мы. Светка ремонт затеяла. Осталось там совсем чуть-чуть. Ну, у тебя чуть-чуть. У друзей и знакомых чуть-чуть. Так по частям насобираю. Да нет у меня таких знакомых. Валер, хотя… Есть тут один инструктор ушлый. Вечно что-то продает. Пойду найду его. Может, одолжить сколько-нибудь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Понял? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пойдем, сам ему и расскажешь. Пойдем. Ну, знакомься. Леха. Николай. Валер сказал, что тебе деньги нужны. Я могу помочь. Вот, отлично. Спасибо. Тема такая. У нас в аэроклубе парашютов списанных немерено. Вот я и подумал, чего зря добру пропадать. Не, вы не поняли. А мне деньги нужны. Ну, а я о чем? Найдешь, кому загнать прибыль пополам. Какой загнать? Мне срочно деньги нужны. В общем, тут главное покупателя найти. Найдешь, свести. Прости. Я думал, у него деньги есть, а он… Здравствуйте, Маргарита Алексеевна. Привет, Павлик. Игорь, здравствуйте. Как хорошо, что вы подъехали. Можно, вы нас подвезете? Конечно. Я за вами. Так, Павлик, садись. Как хорошо. Садись. Я все-таки заказал столик в ресторане. И, несмотря на ваш вчерашний отказ, решил попробовать убедить вас провести вечер со мной. Вы меня простите, Игорь, но я не могу. У меня же Павлика надо домой отвезти. Не понял. А почему вы везете Павлика домой? Где Михаил? Наверное, что-то стряслось. Его ни дома нет, ни на работе. И за сыном он не приехал. Может, какие-нибудь обстоятельства непредвиденные? Нет. Он бы предупредил. А вдруг он в аварию попал? Что? Вы о нем так волнуетесь, что мы даже завидуем. Игорь, ну сейчас это не до шуток. Надо что-то делать. Надо… Хорошо. Я попробую выяснить. Ладно. А сейчас тогда отвезете нас к Павлику домой? Да. Жалко. Галина больна. Как-то это все так… Это вам Михаил сказал, что Галина больна? Да. А Павлик не может на какое-то время остаться в больнице, пока я буду разыскивать Михаила? Вы можете сказать, что происходит? Здравствуйте. Здрасте. Не успели убрать. До тебя тут девка одна была. Удавилась ночью. Что? Ее, как и тебя, на проверку мозгов привезли. Да от уколов они у нее совсем потекли. А Галина не больна. Она под следствием. Дома ее нет, она задержана. В смысле, она в тюрьме? Да. И думаю, не скоро оттуда выйдет. Тогда отвезите нас ко мне домой. Хорошо. Черт бы тебя побрал, Миша. Так. Семенова? Да. А, вы знаете, а мне уколы не нужны? Я здорова. Абсолютно. Ой, да все вы тут здоровые. Так нет, нет, нет. Я-то как раз здорова. Правда. Мне не надо уколов. Пожалуйста. Ребята. Хорошо. Выходи. Руки развяжись, затекли. Перебьешься. Давай, пошел. Чего поляну стережешь, а? Скорзануть хочешь, что ли? Даже не думай. Догонят. Здравствуйте. Вот, привел баламут. Рассказывай, отчего кипишевал. Мне надо поговорить с паном. Откуда мою погремуху знаешь? Простите, чего? Он реально дуркует или косит под дураком. Да реально лошара. Кличку откуда знаешь? Там люди внизу называли, между собой. Ну, давай, давай. Выкладывай быстрому. Сейчас после этой байды кино интересное будет. У меня к вам деловое предложение. У меня небольшое производство, вы в курсе? Но нет канала сбыта. У вас, насколько я понимаю, в этом смысле большие возможности. Но нет качественного, надежного производителя. Мы могли бы вместе работать. А с чего ты взял, что меня заинтересует твой самопал? У меня качественная продукция. Таких платьев ни у кого нет. Уведите. Мы можем хорошо зарабатывать вместе. Подождите, послушайте. На этой девушке мой самопал, это мое платье. Вы спросите, где она его взяла? Где вы взяли это платье, скажите? В Париже, придурок. Ну, оно сшито у меня в цеху. Могу доказать. Подожди. Да что ты его слушаешь? Уж я-то могу отличить фирменную вещь от подделки. А оно ничем не отличается, кроме внутренних швов. Сними. Что? Платье сними. Простите, обратите внимание на обработку среза, в импортном изделии она совершенно другая. Непрофессионал никогда не заметит. Подождите, я могу показать. Не надо. Я и так вижу. Да и нитки у нас более грубые, просто других не достать. А так оно ничем не отличается от точно такого же из Парижа. Допустим. А зачем мне твой Париж? Женщины у нас не избалованы. Купят все, что чуть красивее мешка. Да, но чуть красивее мешка с большей деньги не продашь, а мои платья можно продавать по максимальной цене. Разве же. Товарищи, одну секунду. Ты живой? Ну, да. Почти. А Миша сказал, что ты сгорел. Между прочим, меня еле откачали из-за тебя. А-а-а. Так вы, значит, меня обманули, да? Хотели меня вокруг пальца обвести, да? Чтоб я преступником стал. Эх вы, мрази. Погоди. Я тебе сейчас все объясню. Я все и так понимаю. Значит так, вот это вот барахло. Все забирайте и выбрасывайте куда хотите. Я в этом не участвую. Все. Куда я все это тебе дену? Да куда хочешь, туда и девай. Да хоть на свалку. Да спокойно, Вась, спокойно. Остынь. И послушай меня. Если я жив остался, это еще ничего не значит. Я сейчас пойду в ментовку и накатаю заявление о покушении на убийство. Сарай ты поджег? Поджег. Свидетель-то есть? Конечно же есть, Вась. Так что давай, Вась, не кипишуй. Спокойно. Статья на тебя все равно найдется. Но только знай, что я тоже пойду кой куда. Я пойду в ВВХС и напишу на вас заявление, что вы занимаетесь махинациями и шьете левый товар. У меня свидетели есть, целый цех. Ясно? Так что сидеть будем вместе. И тебя это устраивает? Вполне. О, ты будешь сидеть. А детей твоих кто кормить будет? У тебя дети-то хоть есть? Они будут счастливы от того, что их отец в кутузке сидит? Вась, давай все, давай расслабимся, выдохнем. Вась, давай спокойно, сядешь за руль и отвезем товар в одно место. Но это будет в последний раз, когда я вижу ваши рожи поганые. Ясно? Пока, зайка. Ты не поедешь с нами? Нет. Бабушка, если его увидит, испугается. Идем. Послушай, если я узнаю, что ты опять барышишь, я подам на развод. С меня хватит. Лен, я же сказал, завязал. Посмотрим. Пойдем. Вот так вот. Хотели из меня дурака сделать, а? Так подставить, а? Все, все, все. Василий. Сучонок ты после этого. Понял, кто ты? Вась, Вась. Сучонок. Я понял. Вот все. Запомни это раз и навсегда. Я все понял, Вась. Как не понять-то? Коля? Что это такое, Коля? Платье. Пусть Ашот оптом забирает, а мне срочно деньги нужны. Ашот твой балабол. Я из-за него в ментовку попал, с женой поругался, и я завязал. Короче. Ну, погоди, а куда мне все надевать? Да я не знаю. Подожди, Гена, ну можно хоть на денек у тебя это оставить? А завтра вечером жена приедет, а у меня тут склад. А я днем заберу. Я хату сниму и все увезу. Я тебе зуб даю. Да нафиг мне твой зуб. У меня своих 22. За это, за 50 рваных договоримся. 50 рублей? У тебя совесть есть? Нету. Коля, у меня кошелек вместо совести. Не нравится? Иди подешевле поищи. Четвертной и заберешь утром. Куда здесь ты? На кухню. Завтра вечером я уже утром. Ольга Леонидовна, проходите. Узнали, что-нибудь про Михаила? Пока, к сожалению, нет. В милицейских схватках он не значится, в моргах и в больницах тоже. Я проверил. А почему ты не предупредила, что у нас сегодня гость? А Игорь не гость, он по делу. Рита, не волнуйтесь, я потом сделаю еще один запрос. Но вы с нами ужинаете. У меня пироги. С удовольствием, Маргаля Леонидовна. Проходите. Игорь, слушайте, у меня совсем выскочил из головы. Павлик говорил, что он видел, как машина папы подъехала к больнице утром, около десяти. Рита, что же вы мне сразу не сказали? Павлик, ну расскажи, что ты видел? Папа подъезжал, вышел из машины, к нему какой-то дядя подошел. Я отошел до дна. А ты его раньше с папой видел? Нет. А что это за дяденька? Ну, как он выглядел? Обычный, хромой. Хромой? Да. Ну-ка, посмотри. Посмотри внимательно. Похож? Похож. Так. Молодец, хороший мальчик. Игорь. А этот человек, он кто? Преступник? Да. И что у него общего с Михаилом? Не знаю. Возможно, он как-то пытался помочь Галине. Что-то выяснил. Вышел на преступников. Они решили на него надавить. Господи. Ну, вы не пугайтесь. Это пока только мои предположения. Ну, и где же вы? У меня все готово. Ольга Лениновна, простите меня. Мне нужно срочно уйти. В следующий раз. Обещайте, что когда у вас появится время, вы обязательно зайдете на чай. Обязательно. Спасибо. Я как только что-то выяснил, сразу сообщу. Мам, зачем ты его пригласила? Ну, потому что мне, в отличие от тебя, небезразлично твое будущее. Для такого огромного рынка ваш объем производства просто пшик. Так, ты ж меня понимаешь. Но мы только начали. Да и ткани у нас маловато. Ну, если договоримся, с тканью я помогу. Только у меня к тебе просьба. Объемы производства нужно увеличить, как минимум, в десять раз. Ну что, справитесь с такими объемами производства? Да. Ну, тогда обсудим детали. Миша утром встречался с боксером, и после этого исчез. Надо искать боксера, через него выйдем на пану. А зачем им похищать твоего приятеля? Жену спасает, лезет куда не надо. Кацмана курировал пан. Не сам лично, конечно, а через боксера. Значит, люди Кацмана наверняка знают боксера. А кто у нас сейчас из людей Кацмана в КПЗ? Двое грузчиков и завскладом. Приняли вместе с самим Кацманом. С ними побеседуем. Начнем с завсклада. Вы же знаете Кацмана. Да. У меня проблема есть одна. Какая проблема? Кацмана, я могу помочь? Ты за Кацман и реставрай мою жену, она ни при чем. Ну, а официально я доказать это не могу. Ну, а от меня-то ты чего хочешь? Ну, вы же есть связь в милиции? Есть. Можно сделать так, чтобы с нее сняли подозрение? Ну, ладно, я попробую решить твой вопрос. Но только и у меня к тебе вопрос. Откуда ты меня знаешь? Мою кличку знаешь? Чем занимаюсь? От людей. От людей? Каких людей? Да, рынки от спекулянтов. До города меня довезешь. Мне в одно место надо. Я бы что, таксист? Надо будет. Будешь таксистом. Надо бы присмотреть за этим фраерком. Чего-то он мутный какой-то. Чего-то недоговаривает. Но толковый. Очень толковый. Ты присмотри за ним повнимательней. Да, еще вот что. Ты Майе платье самопальное подогнал. Боксер у армяшки? А что ты этого реквизировал? Я Майе отдал. А Майе по ушам проехал, что из Парижа. Если будешь к Майе яйца подкатывать, оттаром. Где найти боксера? На ринге, наверное. Он же боксер. Шутить вздумал. Ладно. Сделаем по-другому. Бить будете, гражданин начальник. Ну зачем же сразу бить? Я, видишь ли, советский следователь. Использую гуманные методы допроса. И основа этих методов убеждения. Вот и попробую тебя убедить. Ну убедите. Ты у нас проходишь по делу Кацмана в качестве подозреваемого. И как ты совершенно справедливо заметил, я должен перевести тебя из категории подозреваемых в категорию обвиняемых. А доказать вам не удастся, потому что я не принес. Помолчи пока. Невежливо перебивать представителя власти. Так вот, я могу повести это дело так, что ты из подозреваемых будешь переведен свидетелем. И очень быстро окажешься на свободе. А там, среди серьезных людей, среди которых ты, так сказать, вращаешься, вдруг пройдет слух, что это ты сдал Кацмана. А эти серьезные люди склонны верить слухам. А очень скоро появится и доказательство, что ты стукач. Скажи мне, где найти боксера, и пойдешь на зону честным уроком. Баба у него есть. Он у нее часто ночует. Долго здесь ошиваться собираетесь? Сколько надо, столько и будем сидеть. Когда он в последний раз приходил? Так, а ну-ка, отойди от окна. Душно. Сядь туда на диван и сиди там. Я люблю, когда прохладно. Я не люблю, когда окна ошивается. Иди. Вызли этого дома, притормози. Поехали. Вы же сказали, здесь. Гони, гони, гони. Там мусора. Коля. Коля. Коль. Руки. Тихо, тихо. А, это ты, Миха. Я целый день деньги ищу. Да убери ты нож, Коль. Слушай, мне звонят по телефону, сказали принести 15 штук. Иначе завалят. Да я знаю, я слышал. Да какого черта происходит в конце концов, а? Да подожди, это меня Павлика найти надо. Я его должен был сегодня из больницы забрать. Я даже не знаю, где он. Алло, Сим, здравствуй. Понял, спасибо большое, Сим. Спасибо. Павлику Маргариты Алексеевны, я сейчас за ним вернусь, все тебе объясню. Я быстро. Иди за Павликом. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Простите, что вас убудил. Тихонько, Павлик спит. Я сейчас все объясню. Проходите. Простите. Нет, 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 не сюда. Отсюда. Спасибо. Да я что-то ехал, но и задумался. Навстречу грузовик вдруг вылетает. Я в сторону, машина в кювет улетела. Да и сами понимаете, пока начнулся, пока. Гаи вызвал. Вас врачи осмотрели? Да, все хорошо. Не переживайте, правда. Почему не сказали, что Галину арестовали? Маргарита Алексеевна, я... Павлика сейчас домой соберу. Нет, нельзя его будить. Он весь день нервничал. Так, нет. Мне все вместе, пожалуйста, я прошу вас. Нельзя же так пугать Михаила. Мы все за вас переживали очень. Разбудили, не засну. Мне завтра. Зачет принимать. Простите за беспокойство. Вам тоже отдохнуть надо. Пойдемте, ляжете у Павлика. Пойдемте. Ложитесь. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. 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 Папочка, спи. Спи, сынок. Папочка, спи. Папочка, спи, сынок, спи. Вадик, дураки мы с тобой все-таки. Теперь ясно, почему он не появился. Почему? Не любит сквозняка и солнечного света. Давай, буди эту конспираторшу. Отвези ее в контору, да проси ее, как следует. А ты? Мне еще нужно кое-куда съездить. Черт. Здрасте, Зинаида Васильевна. О, здравствуй, голуба. Что-то давно не видно тебя. Я думала, ты из фабрики уже уволился, раз не заходишь. Где ж ты пропадал-то? Да так. Невесту, небось, нашел в собственной жилплощади, да? Зинаида Васильевна, а у вас нет случайно знакомых? Ну, кто может квартиру сдавать? Ну, есть. Я могу тебя к себе пустить. У меня сын в армии пока, его комната пустует. Да мне бы без хозяев. Ну, хочется после общаги, так сказать, одиночества, покоя. Девок тебе хочется к себе водить без проблем, да? Да? Такие, как ты, от одиночества дуреют. Ну, я же взрослый, привлекательный мужчина. Ну, есть у меня знакомая. Вроде бы собиралась квартиру сдавать. Сама к дочке переезжает. Сейчас позвоним. Спасибо, Зинаида Васильевна, спасибо. Коля, что-то ты меня совсем забыл? Хоть бы в кино пригласил. Так дел много. Нет времени? Ой, тут какой-то хмырь из милиции приходил, все про аварию спрашивал. Про какую аварию? Ну, помнишь, ты в «Жигуль» въехал на машине Михаила? Я из окна видела. И что ты ему сказала, что это я? Нет. Но он телефончик оставил, сказал, если что-нибудь вспомнить и позвонить. Ну, надеюсь, ты не будешь ему звонить? Ну, не знаю. Посмотрю на ваше поведение, Николай. 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 Ну, есть. Квартира есть. Только она совсем без мебели. Ничего, ничего. Сойдет. Ну, иди, я тебе адресок запишу. Вперед. Стоять. Стоять. Свидание пять минут. Вперед. Здравствуй. Руки. Привет. Ты как? Я ничего. Тебе что-нибудь нужно? Нет, меня скоро выпустят. У них против меня ничего нет. Как там дочка? Руки. К нам сегодня приходили. Кто? Они увезли Леночку. Сказали, что ты должна кое-что сделать. И тогда они ее вернут. До свидания. Спасибо. Она все сделает. Когда мне вернут мою дочь? Когда же она все сделает, тогда ее вернут. Не вздумай звонить ментам. А то дочь не увидишь. Павлику назад. Да. Ой. Садись. Вы только не забывайте каждый день ему давать таблетки. И раз в неделю обязательно в больницу процедуру. Да, конечно. Давайте мы вас привезем. Давайте. Спасибо. Игорь. Игорь. Доброе утро. Здравствуй. Нашелся. Молодец. Устроил вчера переполох. Прости. Я просто попал в аварию. Ну, так, ничего страшного. Все обошлось. А мы тут с Риты целую поисковую операцию организовали. Вот с утра пораньше приехал доложить. Игорь, вы извините за беспокойство. Можно тебя? В аварию, говоришь, попал? На машине ни одной царапины. И в субботках, конечно, тебя нет. Я проверял. Игорь, прости. Можно тебе потом все объясню? Нет. Да ты меня послушай. Ты что творишь? Ты с ума сошел? Будешь играть в детектива-любителя, все это плохо для тебя закончится. Ты с ним был. И он тебя увез силой. Так? Откуда ты знаешь? Твой сынишка из окна видел, как ты с ним беседовал. Подожди, ты хочешь сказать, что Павлик видел, как он меня ударил в багажник и затолкал? Нет, этого он не видел. Ну, затолкал в багажник и дальше что? Просидел весь день в багажнике. Потом он ночью приехал, выпустил меня. Ну, вот это с фотографией. Сказал, чтоб я не совал больше носа куда не надо. А с кем в комиссионке ты разговаривал? Со всеми работницами. Даже ездил домой к приемщице. Она сейчас не может работать. Ждела. Значит, кто-то из них связан с боксером. Почему с боксером? С ним. Я, как и он, настоятельно тебе рекомендую не совать нос куда не надо. Да? Да. Ты, значит, здесь ничего? Приехал поздно. Павлик, уже с пола решили не будет. Ну, Маргарита Алексеевна предложила. Понятно. Погоди. Как у вас дела? Ничего хорошего. Рита, давайте я вас отвезу. Мне как раз по дороге. Пойдемте. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Ты меня понял? Спасибо. Я хочу дать признательные показания. Вот это сюрприз. Ну, давайте. Куртки в комиссионку поставлял Кацман. Я сама с ним обо всем договаривалась. Семенова была не в курсе. Это я заставила ее выписать фальшивые накладные. Вы даете себе отчет, что после такого признания вся ответственность полностью ложится на вас? Кацман мертв. Семенова, как вы говорите, ни при чем. Да, я отдаю себе отчет. А что случилось? С чего это вы вдруг так разоткровенничались? Было время подумать. Сейчас скажите, совесть проснулась. Выкладывайте, что с вами случилось? Послушайте, что вам от меня нужно? Я вам все сказала. Я вам призналась. Оставьте меня в покое. Бежите. Я все подпишу. Бежите. Хорошо. Давайте. Будем записывать. Так, после обеда обязательно принять лекарство. А здесь все написано. Еда в холодильнике. Миш, ты надолго? Нет. Часа на три. Давай на три, но не дольше. У меня сегодня ночная, мне бы поспать. Слушай, на, держи. Миш, да я ж не поэтому. Да возьми, это к лишним не будет. Держи. А что ж ты свою скромницу не попросил? Какую скромницу? Да ходит тут одна, глазами вечно в пол уставится. Да это медсестра, Ли. Так, я побежал, мне некогда. Пашка, слушай, теть Лиду. Да. Медсестра. Ну, а где ты был? Мы вернулись с тебя, нет? Ну, я в обсяге переночевал. Не хотел вас с Павликом беспокоить. А что ты хотел мне сказать? Пойдем, Вадим, расскажи. Пойдем. Все, мы ушли. Мы теперь работаем с паном. Его условие увеличить производство в десять раз. Ты чего, ты согласился? Конечно. Ты что, с ума сошел? Да ты пойми, это другое уровень совершенно. Я тогда за оставший срок смогу собрать тридцать тысяч. А ничего не получится. Почему? Мы поменяем цикл производства. Будем работать в три смены. Да я говорю, не выйдет ничего. Почему не выйдет? Да потому что. Потому что Василий отказался с нами работать. Наотрез. Что значит отказался? Почему? Да я уже пану этому слово дал. Он мне в землю заролит. Нас заролит. Нас заролит. Beyonce jouл верить телected подставиж prime. Нас заролит. НадоPassно был. Эта первая помощь. separated до предыдущей. Нас заролит. Нас заролит. Продолжение следует...